В этом видео вы узнаете об устройстве и работе трансмиссии автомобиля Toyota Prius. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. В первой части были рассмотрены основные элементы и кинематическая схема первых двух поколений трансмиссии Toyota Prius. Сейчас посмотрим другие поколения и модификации трансмиссии гибридного автомобиля. P210. Применение Toyota Estima до 2006 года и Alphard до 2008 года. Особенности. Применен клиноременный вариатор. Две механические передачи переднего хода. Для переключения передач используются фрикционы. В общем, конструкция представляет собой привычный вариатор, в который дополнительно установлен электродвигатель, добавляющий гибридные свойства. На двигатель внутреннего сгорания установлен внешний стартер-генератор. В отличие от описанного ранее процесса работы, единственный мотор-генератор обеспечивает движение передним и задним ходом, также запуск двигателя и выработку электрической энергии при вращении от двигателя внутреннего сгорания и от колес при рекуперации кинетической энергии. А передачи в дифференциальном механизме совместно с клиноременным вариатором позволяют преобразовывать крутящий момент от мотор-генератора и двигателя внутреннего сгорания в зависимости от условий движения. Двигатель внутреннего сгорания может подключаться для совместной работы с электродвигателем или вместо него как на двух передачах переднего хода, так и на заднем ходу. Q210 Трансмиссия применяется совместно с трансмиссией P210, только используется для привода задних колес на полноприводных моделях автомобилей Toyota. По сути, представляет собой электромеханический привод, состоящий из двухступенчатой главной передачи, которая передает мощность от электродвигателя к ведущим колесам. Редукторы для Estima и Alford различаются передаточным отношением 6,3 и 6,86 соответственно. П310 Применение Toyota Harrier Highlander Kluger Lexus Применение на автомобилях Toyota моделей Camry Avalon RAV4 Highlander П410 П510 Различаются передаваемой мощностью и, соответственно, массогабаритными параметрами. Схема главной передачи не изменилась. По сравнению с П112 исчезла цепная передача. Вместо нее трансмиссия дополнена многопоточной зубчатой передачей с неподвижными осями. Имеется центральное зубчатое колесо, вокруг которого расположено 5 паразитных зубчатых колес. Центральное зубчатое колесо расположено на одной оси с дифференциальным механизмом и приводится во вращение мотор генератором 2. Паразитные зубчатые колеса также входят во внутреннее зацепление с другим зубчатым колесом. Зубчатое колесо с внутренними зубьями соединено с коронным зубчатым колесом дифференциального механизма и ведущим зубчатым колесом первой ступени главной передачи, образовывая одну компактную деталь. Отношение числа зубьев короны к числу зубьев Солнца в дифференциальном механизме равно 2,6, как и в предыдущих моделях. Передаточное отношение от центрального зубчатого колеса многопоточной передачи к зубчатому колесу с внутренними зубьями равно 2,64. Такое решение позволило поднять мощность мотора генератора 2 на 12 лошадиных сил по сравнению с предыдущей версией. Улучшились массогабаритные параметры за счет увеличения частоты вращения и уменьшения момента мотор-генераторов. Новая введенная передача не является планетарной. Это многопоточная зубчатая передача с неподвижными осями паразитных зубчатых колес. Общее передаточное отношение от мотор-генератора 2 до ведущих колес составляет 8,6. Для моделей семейства Пи — 310. Это передаточное отношение равно 8,4. Передаточное отношение второй ступени главной передачи равно 3,2, а первой — 1,02. Осевой размер трансмиссии в итоге удалось уменьшить на 9 мм по сравнению с предыдущим поколением, модель Пи-112, а массу на 15 кг для Пи-410. Так как передаваемая мощность различна для каждой модели, то различна и масса. Модель Пи-410 имеет массу 92 кг, Пи-510 — 80 кг, Пи-310 — 125 кг, Пи-610. Следующее поколение трансмиссии автомобиля. Toyota Prius еще больше отличается от предыдущих. На этот раз осевой габаритный размер уменьшен на 51 мм, благодаря установке мотор-генераторов 1 и 2 параллельно, а не на одной оси. Ширина трансмиссии уменьшена на 47 мм, а масса — на 20%. Масса составила всего 81 кг. Объем магнитов уменьшен на 15%. Снизилась масса ротора на 21%, а вместе с ней и количество используемой меди. Внутри все тот же неизменный дифференциальный механизм. На наружной части коронного зубчатого колеса имеются зубья стояночного тормозного механизма и зубчатый венец, входящий в зацепление с зубчатым колесом первой ступени главной передачи. Мотор-генератор 2 непосредственно приводит во вращение ведущее зубчатое колесо первой ступени главной передачи. Ведущее зубчатое колесо второй ступени главной передачи установлено на одной оси с ведомым зубчатым колесом первой ступени. В ведомом зубчатом колесе второй ступени главной передачи все так же размещен межколесный дифференциал. Главная передача имеет передаточное отношение 10,84. В модификации для Toyota Prius Plugin и Prius Prime передаточное отношение главной передачи 12,3. Такая компоновка позволила вместить в уменьшенный объем большее передаточное отношение и увеличить коэффициент полезного действия при передаче мощности от мотор-генератора 2 к колесам автомобиля. Передаточное отношение от мотор-генератора 2 до мотор-генератора 1 равно 1,2. Передаточное отношение от зубчатого венца на короне дифференциального механизма к ведомому зубчатому колесу первой ступени главной передачи равно 0,8. Передаточное отношение первой ступени главной передачи равно 3,12. Второй ступени — 3,47. В Toyota Prius Prime и Prius Plugin для второй ступени — 3,94. Еще есть небольшое новшество, связанное с режимом отдачи мощности от мотор-генератора 1 на ведущие колеса. Водила дифференциального механизма на модели Toyota Prius Prime, соединенное с двигателем внутреннего сгорания, соединено с корпусом через муфту свободного хода, которое предохраняет коленчатый вал от вращения в обратную сторону. Пи-710, Пи-711, Пи-810, Пи-890, Пи-910, Пи-A10, Пи-B10, Пи-B12. Использована та же схема. Пи-710 для Toyota Camry Hybrid передает на 45% больше момента, чем базовая комплектация. Как вы видели, здесь все те же элементы. Главная передача, дифференциальный механизм, два мотора-генератора и двигатель внутреннего сгорания. Только они имеют другое расположение. Рассмотрели схемы. А в следующей части разберемся, зачем в этой конструкции использован дифференциальный механизм и как он работает. Поэтому жмите кнопку «Подписаться». На все вопросы в комментариях по возможности будут даны ответы. Ссылки для помощи каналу в описании и закрепленном комментарии. Самое главное, продолжайте смотреть полезные видео о технике и технологиях на канале Инженер. Субтитры создавал DimaTorzok